Всем привет, коллеги, спасибо, что пришли. Меня зовут Анис, я руководитель группы ML+. И сегодня я вам расскажу про один наш, не знаю, кто-то посчитает ревиальным, кто-то нет ревиальным, в общем, про наш кейс использования ML в процессах Плюса. О чем расскажу? Ну, во-первых, расскажу о том, что за кейс с точки зрения бизнеса, расскажу о том, что это за подписка нашего Плюс, и немного, конечно, поговорим про модели, и про то, какие нюансы у нас могут возникнуть, когда мы начинаем решать, казалось бы, ревиальную задачу, а потом в ней оказываются некоторые нюансы. Итак, начнем. Что такое Плюс? Если кто не знает, Яндекс Плюс – это наша подписка Яндекса, которая дает вам возможность слушать музыку, смотреть кино и сериалы в кинопоиске, а также позволяет вам получать кэшбэк баллами Плюса в сервисах Яндекса. Например, прокатились на такси с подпиской, получили какой-то процент, 5, 10, 15 процентов баллами Плюса. Кейс, в котором расскажу, он затрагивает один из подсервисов Плюса. Он называется Плюс Дейли. Что такое Дейли? Для подписчика Дейли – это такой сервис, который позволяет получать некоторые промокоды за задание. Например, ты выполнил задание, послушай 10 треков музыки, или воспользуйся моей волной в Яндекс.Музыке, или соверши 3 заказа в Яндекс.Еде. И за это мы тебе дадим доступ к так называемому бандлу, подарочку, которому можно будет выбрать промокод. А зачем это, собственно говоря, Яндексу? А потому что если вы взяли как пользователи от промокода, использовали его, вы стали новым пользователем какого-то из сервисов. Например, стали пользоваться сервисом еды, или сервисом Яндекс, сервисом маркета. Да, ну и зачем это нужно Яндексу? Очевидно, потому что привлечение новых пользователей стоит каких-то денег, и мы получаем через такую механику как раз и привлекаем новых пользователей в наши сервисы. Тем более, что пользователей мы привлекаем из базы подписчиков Плюса, которые уже априори являются довольно платежеспособными и лояльными. Хорошо, давайте посмотрим на то, а что это вообще за Плюс Дели, что он из себя представляет. Ну, как я уже сказал, это такие подарочки, которые вы получаете за выполнение заданий. Выполняя задание, у вас наполняется шкала квестов, которые вы сейчас можете видеть под нашим бандлом. Как только вы достигнете этой шкалы, вы сможете открыть вот этот вот бандл и видеть, какие там будут промокоды. В бандле порядка всего лишь 10 промокодов. Ну, порядок такой, то есть их не сотни, там точно не больше 20. Когда вы откроете промокод, вы увидите примерно вот такой интерфейс, в котором будет перечень промокодов, которые вам доступны. Вот здесь мы, например, видим промокод лавки. Мы его даем как раз тем пользователям, которые еще лавкой у нас не пользовались. И если вы возьмете этот промокод и его используете, что вы для этого должны сделать? Вы должны будете скачать приложение лавки, совершить там покупку с этим промокодом, и ура, вы стали пользователем лавки. Вы как пользователь счастливы от того, что вы получили скидку, а мы как Яндекс счастливы от того, что мы привели еще одного пользователя в наш сервис. И главный вопрос, а где здесь, собственно говоря, вообще место ML? Потому что, ну вот, сегодня были доклады про LLM, про роботов, в общем, про какой-то стейт оф за арт, а здесь, казалось бы, ну даже не про рекомендательные системы, потому что у нас тут всего лишь 10 промокодов, казалось бы, что здесь можно сделать? Вот чтобы ответить на этот вопрос, надо пойти не от ML, а пойти, что называется, от бизнеса. Давайте сначала определим, а что мы, собственно говоря, оптимизируем. Оптимизируем очень простую метрику. Ну, давайте назовем ее прибылью. А прибыль у нас это следующее. Это стоимость привлечения пользователей в сервис минус затрат на промокод. То есть, например, если в среднем по рынку нам привлечь пользователей в Яндекс.Маркет стоят 2000 рублей, а промокод у нас идет на 500 рублей, и вот очевидна наша прибыль, если мы привлекли нового пользователя. И давайте посмотрим на то, чем мы можем управлять. То есть это второй вопрос, на который надо ответить, чтобы понять, где здесь ML имеет место быть. То есть первое, что оптимизируем, второе, чем управляем. А управлять мы можем четырьмя рычагами. Но если мы посмотрим на левую картинку, то мы вспомним про ту самую шкалу расстояний, и мы можем разным пользователям выдавать разную шкалу расстояний. То есть мы можем управлять вот этой вот длиной шкалы расстояний. Второе, чем мы можем управлять, это порядком промокодов в банле, старое доброе ранжирование. Понятно, что если мы какие-то промокоды поставим повыше, наверное, как-то вероятность их взятия должна увеличиться. Хотя потому что на мобильных экранах первые три промокода будут видны сразу, остальные надо доскроллить. Здесь мы, получается, уже как-то управляем поведением пользователя. Третье, чем мы можем управлять, это составом банла. Например, мы можем какие-то промокоды из доступных просто убрать, чтобы как-то увеличить совокупную пользу от банла, который мы получаем как Яндекс. И последнее, мы можем банально управлять параметрами промокодов. Одному пользователю дадим номинал 400 рублей, другому 600. И что-то на этом попытаемся выиграть. Хорошо, давайте посмотрим на то, как мы будем управлять порядком промокодов. То есть такой последний уже вопрос с того, как перейти к ML. Управлять предлагает следующим образом. Первое, давайте мы поймем, что есть наш реворд. Как говорил, это стоимость привлечения минус затрат на промокод. И таким образом мы можем каждый промокод охарактеризовать как некий реворд для нас, как для Яндекса. Второе, мы должны вообще обозначить, что мы тут выделяем как некую вероятность. Что для нас важно? Для нас важна вероятность применения промокода. То, что тут может сначала пойти в такую косвенную задачу взятия промокода. Но если пользователь взял промокод, это еще не гарант того, что он его применил. Поэтому мы хотим предсказывать именно применение промокода. Ну и последнее, что мы можем сделать, это проранжировать промокоды по весу. Реворд умноженный на скор. Где скор – это как раз вероятность применения промокода. И мы считаем, то есть это наш ассампшен, который мы проверяем, что если мы промокоды отранжируем в таком порядке, это даст нам какой-то прирост над константной бизнес-логикой. Причем тут важно что? Что вот эта вероятность, этот скор, он для каждого пользователя по каждому промокоду может быть свой. А бизнес-логика, она будет одна общая для всех. И вот как раз на этом мы хотим сделать какой-то прирост. И второе, как мы еще управляем, управляем шкалой расстояний. Да, небольшой спойлер, из четырех рычагов, которыми мы можем управлять, мы пока в продакшен внедрили только два. Ну, почему? Потому что вот пока только их мы успели проверить и получить на них какую-то прибыль. Со шкалой расстояний, ну, чуть-чуть посложнее, да, чуть больше пунктов. Здесь точно так же определяем реворд. Все то же самое, стоимость привлечения минус затрат на промокод. Вот. Второе, что мы делаем, мы хотим понять, какие промокоды у нас прибыльные. Потому что на самом деле часть промокодов, которые мы выдаем, они работают для нас в минус. Справедливый вопрос может возникнуть, зачем они тогда вообще нужны. Но здесь идея у бизнеса такая, что если пользователь уже везде, где только можно, у нас не новичок, он пользуется всеми сервисами, все равно в будущем у нас могут возникнуть какие-то промокоды, и мы должны сделать так, чтобы он в деле оставался. Поэтому его надо развлекать и давать ему какие-то промокоды с небольшим номиналом, но который ничего нам не приносит. И поэтому мы хотим отделить прибыльные промокоды от неприбыльных. Третье. Точно так же хотим посчитать вероятность применения промокода. Ну и дальше мы можем по бандлу посмотреть на вероятность того, что пользователь возьмет, точнее использует промокод, который прибыльный, versus вероятность того, что он использует промокод, который неприбыльный. А дальше уже в зависимости от отношения сибирных вероятностей, принять решение, мы хотим расстояние сужать или увеличивать. Потому что если мы расстояние сузим, значит мы пользователя подтолкнем тому, чтобы он достиг бандла, а как следствие достиг промокода и применил его. А если отдалим, мы как бы вот здесь вот это все чуть-чуть демпфируем. И на этом тоже можем что-то получить. Ну и самое здесь простое. Модель. К чему мы пришли как финал? Модель у нас это задача бинарной классификации. Все, что мы предсказываем, это вероятность применения промокода. При условии, ну, можно выделить параметры на три группы. Х – это у нас фичи пользователей. Второе – это сервис, к которому относится промокод. Да, очень такая, ну, мощная значимая фича, потому что кому-то может быть интереснее маркет, кому-то лавка. Да, и третий – это параметры промокода. Лосс – обычный лог-лосс, да, в качестве модели обычный катбуст. Если кто-то знаком с аплифт-моделингом или козл-мл-моделингом, здесь могут узнать подход, который называется S-моделинг. На самом деле, вот тоже здесь отображено на этом слайде, это не то, к чему можно прийти с первого шага. Потому что на самом деле и интуитивно, и вот как у нас это получилось, начинали мы с более такого прямого простого подхода, а давайте мы просто построим мультикласс-модель, чтобы предсказать, какой из промокодов пользователь возьмет. Какие проблемы в подходе с мультиклассом? Ну, потому что при появлении любого нового промокода, а мы живем в среде, в которой у нас, ну, например, каждый месяц может добавляться новый промокод, нам придется заново переобучать модель. И даже если математика будет расходиться, то мы будем тратить очень много ресурсов на поддержку всего этого, да, и переобучение. Ну, хорошо, если мы не хотим делать одну монолитную модель на все промокоды, тогда следующая идея, давайте мы сделаем отдельную модель на промокод. Тогда получится, что промокоды, которые уже есть, а не каждый из них будет обслуживаться своей моделью, дойдет новый промокод, мы соберем по нему рандом, обучим новую модельку и сделаем композицию. Кажется, чуть лучше стало. На самом деле нет, стало еще хуже. Потому что, во-первых, создавной ситуацией с проблемой того, что появился новый промокод, надо, ну, не переобучать всю модель, но дообучать плюс одну. И второе, у нас умножается проблема поддержки модели. То есть, если в обычном мультиклассе мы обучаем одну модель и поддерживаем одну модель, то в подходе с N-моделями нам надо поддерживать N-моделей. И это еще хуже. И вот финальный подход, к которому мы пришли, тот, который на слайде, это единая модель, которая предсказывает вероятность применения промокода в зависимости от того, какой этот промокод, какие у него параметры и какие в чьи пользователи. Казалось бы, все просто, да, не про LLM, не про reinforcement learning, но, тем не менее, что это принесло бизнесу? Бизнесу это принесло суммарно порядка плюс 24-25% к бизнес-метрике, да, то есть к прибыли, потому что за счет ранжирования всего лишь 10 элементов мы умудрились получить плюс 7% к прибыли, а за счет правления расстояниями еще плюс 17%. Какой хочется сделать на этом такой банальный вывод? Для правильного результата нужен правильный подход, а не трендовый. Да, спасибо, Кэп. На этом все. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Мы к тебе идем, даже бежим. Друзья, напомню, что вопросы задаем в чат. Желательно указывать хэштег вопрос. Скажи, пожалуйста, наверное, в чем была одна из главных сложностей вообще повернуть так задачу, вот, потому что кажется, что, ну, подход, я не знаю, хочется сказать нетривиальный, но на самом деле правильно сказать, давай нетривиальный, вот, потому что сама задача по себе нетривиальная. Это не рекомендательная система, это не, там, я не знаю, прогнозирование вероятности, да, то есть это какая-то вот на двух стульях задача. И, соответственно, что позволило на нее по-новому посмотреть? По-новому на нее посмотреть скорее позволило более практика, потому что, конечно, мы не с первого раза до нее дошли. И вообще в подобных задачах основная сложность, она лежит не в том, а какую модель нам подобрать, она больше лежит в том, первое, чтобы понять, чего хочет бизнес. Потому что, положа руку на сердце, это была не одна встреча, да, чтобы понять, а что есть для них деньги, потому что в одном случае говорят, а нам нужна выручка. Но вот не по всем промокодам, а только по этим, и все только по этим. А потому что у нас еще метрика плана, но она идет вот на множество этих промокодов. Да, и, во-первых, нужно… Почему нужно просто не раздать всем промокоды? Ну, не жалко же. Потому что тогда ты перестанешь его ценить и не будешь использовать. То, что тебе доступно всегда, оно уже не ценится. И это, кстати, тоже проверяла уже продуктовая команда. То есть это еще вопрос, который закрыли до EML. Дальше уже был вопрос, как с помощью EML все это улучшить. То есть первое – это метрика, а второе – это общая проблема. Это, а где взять датасет? Потому что когда начинаешь приступать к этой задаче, ну, например, сначала оказалось, что мы вообще не имеем метки применения промокода. И приходилось вообще решать прокси задачи на взятие, которая не так хорошо оптимизировала то, что нам нужно. Поэтому здесь основной челлендж, он на самом деле в бизнесе, в сборе датасета. Так легко и сейчас. LLM. Нет. Извините, но нет. Почему? Почему? Давай. Аргументы какие? Ну, пока не дошел у нас LLM до состояния AGI, чтобы решать за нас все творческие бизнес-задачи. Генерацию умеет, а чтобы понять, что же там бизнес хочет, с учетом всех интересов разных контрагентов, пока нет. Хороший вопрос. Вопрос. А сравнивали с другими подходами RL? Ну, тут у меня будут вопросы скорее. SVD разложение. Или выбрали это и сработало и ладно. Так, SVD разложение мы не пробовали. Как будто бы, ну, не было предпосылок к тому, что давайте вот начнем с этого. RL. Об RL думали, но RL это довольно долго и дорого. Почему? Потому что RL по-хорошему нужна очень быстрая петля обратной связи. А помимо быстрой петли обратной связи, нужны еще данные, которые прям, ну, вообще супер отлажены. Мы в них супер уверены. А у нас не было ни первого, ни второго. Потому что если посмотреть на весь этот процесс, у нас получается что? Мы сначала выставляем бандл, да, то есть конфигурируем его. Потом проходит время на то, что пользователь этого бандла достиг. Это где-то неделя. Потом он выбирает промокод. Когда он выбрал промокод, да, взял его. Еще проходит время, чтобы он его применил. А потом, когда он его применил, здесь, ну, я об этом не касался, потому что это дополнительные сложности. Еще оказывается, что не за каждый примененный промокод нам готовы платить. Да, как я говорил, все наши сложности, они больше связаны, ну, с данными, нежели чем с какой-то математикой. Во всяком случае, конкретно в этой задаче. Да, из этой длинной петли обратной связи RL здесь, ну, не то, с чего хочется начинать, как минимум. Да, хорошо. Наверное, такой вопрос. Самые большие кеки, может быть, кому-нибудь промокод по цене машины давали. Или, я не знаю, промокод на минус 100 рублей. Промокод на минус 100 рублей. Да, то есть, когда надо, берешь, применяешь промокод, еще и доплачиваешь. Нет, такого точно не было. Мы же про практикал и мы все, может быть. Да, 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 Саша ВБ, Яндекс.Го будет стараться это поменять, поэтому пока. Скажем так, кеков, которые связаны именно с email, их точно не было. Единственное, о чем я слышал, что вот когда они очень хорошо подготовили текстовку по поводу скидки. Например, там вам пишется, скидка 50%, цена такая-то. И было не очевидно пользователю, а 50% это идет вот от этой суммы или эта сумма уже результат, от чего взяли 50%. Вот в догонку к этому вопросу. Если не про кейсы, тогда, может быть, про фичи. Может быть, были у вас какие-то гипотезы фичей. И они там, ну, вы думали, делали ставку на другие, но вот какие-то внезапные для вас прям делают импакт. Было ли что-то такое? Или наоборот, делали ставку на какие-то, и они вообще не сработали. Вопрос в чате, пожалуйста. Ну, такого не было. Ну, вот кейс, с которым я говорил, что изначально мы верили, что если пользователь взял промокод, наверное, он его применит, ведь это же скидка. То есть мы обучали сначала вообще именно на взятие промокода, потом оказалось, что этот подход абсолютно провальный, потому что там вероятности перехода из дел. Просто промокод маленький. Не только, например, номинал промокода маленький, меньше хотят его использовать, даже если его взяли. Или сервис такой, что вот в одном сервисе этот промокод легко использовать, а в другом надо сделать в два раза больше шагов, чтобы использовать. Зайти в приложение Плюс, скопировать промокод, открыть свое приложение, например, из-за этого уже перекусы идут. Поэтому пришлось разбираться с тем, откуда же брать все-таки применение промокода. Вот такие сложности были, да. Да, хороший. Тут несколько вопросов в одном. Я их буду, как это, поштучно задавать. Например, пожалуйста, поясни, почему это не задача классификации, а вот все-таки такая специфичная. Ну, вообще там был назван... А, чем она специфичная? Почему это не задача классификации? Ну, она, наверное, специфична тем, что... Ну, обычно задача классификации это все-таки вот когда перед тобой объекты, которые вот... Они уже по факту есть. Например, нейронная сеть, определи мне, кто передо мной, чихуахуа или кексик. Да, это уже что-то вот совершенное. А здесь у нас задача такая, ну, прогнозирование, хотя она тоже решает через задачу бинарной классификации. Да, самый такой известный пример – это модели скоринга в рисках. Да, но какие особенности у нас есть, в которых нет, например, задачи скоринга рисков? А то, что в рисках, ну, классы, они все известны. Вернул кредит, да, не вернул кредит, вышел, дефолт не вышел. А у нас сложность в том, что с течением времени у нас состав промокодов меняется. Да, и как нам под это обучаться, сколько брать данных, как сделать так, чтобы мне надо было руками каждый раз это переобучать. Вот, ну, наверное, интерес в этом. Относительно задачи, вот, обычная бинарная классификация. Просто всем раздавать. Не работает, мы это уже обсудили. Да, тут вопрос поменялся, но я запомнил, все равно мне нравится в первичном, в том числе в виде. Кажется, многое зависит от размера промокода. От номинала. От номинала. От номинала, да. Ну, какая скидка. То есть размер не значил. Явно не в количестве пикселей на экране, это точно. Скажи, пожалуйста, как вот тут решается вопрос, кажется, ну, чем больше даем, тем лучше. В процессе сейчас запускают в пилот модельку, которая персонально определяет номинал промокода. Да. Это еще в процессе, в общем, делается. Но глобально, да, априори, чем выше номинал, тем выше вероятность того, что возьмешь. Но всем нельзя повышать номинал. Почему? Потому что кто-то готов взять скидку не 500, а 400. Зачем тогда давать ему 600? Хитрецы. Тут, опять же, блиц такой. Насколько долго остается актуальная моделька? Обучать приходится только при смене бизнес-логики или чаще? Делаете ли автопереобучение? Ну, сейчас мы приближаемся к автопереобучению. Обновление обычно связано в первую очередь не с протуханием фича, а как раз с тем, что новый промокод какой-то доехал. Но это происходит довольно часто. То есть раз в месяц это в среднем еще хорошо. Бывает, вот через две недели еще что-то обновилось. Пробовали ли casual inference? Задача выглядит так, что реально причинно-следственные связи могут дать хороший boost. Прямо в точку попали. На самом деле мы пробовали casual inference вообще подходы с casual ML, casual ML, но в других наших направлениях. То есть здесь пока хватает и этого, а, например, в других наших задачах, например, такая, наверное, известная, довольно популярная, вот пользователю точно надо отправить какое-то письмо, одно из десяти. А какое отправить? И вот это чисто задача casual ML, причем довольно челенджовая. Потому что, например, если вы используете подход того же S-моделинга, а что делать, если фича письма у вас в модель не попала? Как вам принимать решение, какое письмо отправить? Но это уже про другие наши задачи. И надеюсь, у нас здесь тоже будет победа в бизнес-метрике. И мы об этом расскажем уже на следующих конференциях. И следующий интересный вопрос. Про состав подарка. Он фиксированный? Не думали объединить модели, чтобы не приходилось сравнивать прибыльные и неприбыльные промокоды, а просто наполнять подарок прибыльными. Логично. Ну, скажем так, сейчас это тоже в пилоте. На самом деле все равно останется множество кейсов, когда надо докидывать неприбыльные промокоды. Почему? Потому что есть пользователи, которые уже все выгребли. Они у нас везде активные пользователи. Мы не можем их привлечь в новый сервис, потому что не так уж быстро мы клепаем новые сервисы. И тогда вопрос. Нам либо отказываться от этого пользователя, как от пользователя Дейля, или все-таки чем-то его еще заманивать. Потому что в течение времени может дойти, например, какой-нибудь промокод на какую-нибудь опцию подписки. Допустим, S7. И решение бизнеса мы хотим оставлять пользователя, не проседать retention. Поэтому мы удерживаем пользователей вот такими-то промокодами, которые не прибыльные для нас, а скорее работают на лояльность пользователя. Да, в вопросе, пробовали ли мультилейбл подход вместо зоопарка одиночных моделей? Ну, мультилейбл, по сути, он близок к первому варианту, о котором я говорил, к мультиклассу, потому что это получается одна модель, которую придется переучивать при появлении нового промокода. И на самом деле мы это пробовали. Проблема ровно такая же, как в обычном мультиклассе. Супер. Есть ли у тебя еще вопросы? Какой максимальный промокод все же удалось выдать? Ну, давайте так. Я тут не помню с точки зрения аналитика всего этого, я скорее помню, как активный пользователь. Я часто пользуюсь промокодами маркета. Вот мой самый любимый сейчас, это номинал 700 рублей на покупки от 6000 рублей. Отличный промокод, очень нравится. Особенно, когда надо чем-то в прок закупиться. Да, это правда, когда друзья узнают, что ты работаешь в Яндексе, первый вопрос обычно это так, типа, где достать промокоды, нет ли у тебя что-то. Конечно же, в плюсе, с помощью ML-моделей.